Я прошу к нам, Олега Гречко, нам расскажут про радио в чрезвычайных ситуациях. Всем здравствуйте, меня зовут Гречко Олег, компания Мегаполис Медиа. Мы осуществляем вещание круглосуточное корпоративных радиостанций. За последние лет 8 мы насчитали порядка 70 проектов, которые мы в какой-то момент запускали, поддерживаем их и вещаем. Сейчас, конечно же, не такое количество, это суммарно. Сейчас у нас порядка 15 корпоративных радиостанций, которые вещают для разных групп аудиторий. И на сегодняшней территории смыслов я хотел поговорить с вами не в общем про радио, а про одну ситуацию, которая случается не только на радио, а вообще во всех корпоративных коммуникациях. Сегодня мы с вами обсудим, как себя вести во время чрезвычайного происшествия. О чем я хочу сказать. Сегодня в 5 утра информационное агентство дает сообщение. На китайском химическом заводе проходит пожар, погибают более 20 человек. Такие события не планируются, их невозможно вписать в свой медиаплан. Но представьте сейчас на минутку, что вы будете работать именно с таким событием и будете пользоваться теми самыми инструментами, которые у вас есть, в том числе корпоративное радио. О чем хочется с вами поговорить? Во-первых, о том, что когда поступают такие новости, первое, что мы делаем, вообще мы никогда не задумывались, какой у нас сценарный план действий в таких ситуациях. Соответственно, мы просто ждем какого-то разрешения. И скорее всего мы ждем разрешения от нескольких людей, от нескольких отделов и от высшего руководства. Совсем недавно была подобная ситуация на заводе в Москве. И я решил для себя просто даже посчитать, сколько пройдет времени, пока внутренний коммуникатор получит разрешение на пресс-релиз. Это заняло около четырех часов. К этому моменту, в общем-то, само событие уже было исчерпано. Да, обошлось без жертв, но тем не менее вот этот просчет времени, он дал мне понимание того, что мы сейчас с вами очень сильно отстаем от обычных СМИ, которые реагируют молниеносно. Соответственно, эта информация звучит, ее показывают в СМИ, а мы, внутренние коммуникаторы, продолжаем молчать, что, собственно, создает какое-то неудобное положение для наших же людей, сотрудников. Потому что эти новости они видят, у них есть социальные сети, у них есть сарафанное радио, они это обсуждают, их это волнует. Вопрос, почему в этот момент молчит то же самое корпоративное радио? Почему мы не слышим никакой информации, что происходит, какие действия мы будем предпринимать? И что мы предложили делать? В общем-то, мой доклад так и звучит. Вам нужно выбрать. Вы будете в этой ситуации молчать? Ну, то есть делать то же самое, что и обычно делаете? Или же все-таки вы заранее подготовите себя к такому сценарию? Мы подсмотрели у себя идею, которую мы отрабатывали до этого годами. У нас такая же ситуация была, когда мы ввели на радио оповещение от МЧС. Так как мы делаем корпоративное радио, большинство эфира сделано в записи и разложено на мелкие-мелкие программы. Сделано для того, чтобы, во-первых, коммуникатор смог это заранее согласовывать и проверить. Но слушается как прямой эфир. И мы когда столкнулись с тем, что мы хотим предупреждать о чрезвычайных ситуациях МЧС, мы понимали, что подготовка материала убивает время, и эти предупреждения уже становятся неактуальны. Мы проанализировали все виды предупреждений МЧС. Их получилось порядка шести. Записали все и обозначили их как так называемые горячие клавиши. Прописали инструкцию внутри компании. И теперь все наши радиостанции, где в регионе присутствует МЧС, делают какие-то предупреждения. Мы просто нажимаем эту горячую клавишу, через облако эта программа становится в эфир, и транслируется 2-3 часа для того, чтобы наши слушатели могли воспользоваться правильной этой информацией. Что мы сделали для того, чтобы пойти дальше? Когда случаются события, например, в стране, все федеральные СМИ либо объявляют траур на свое усмотрение, либо также абсолютно ничего не делают, но просто в новостях освещают события. Мы точно также проанализировали, сколько у нас уходит времени на то, чтобы подумать с утра, когда произошла трагедия ночью, сколько нам нужно времени на то, чтобы с кураторами согласовать изменения в эфире. Потому что мы действуем, в принципе, так же. Мы снимаем веселую музыку, ставим нейтральную, мы снимаем программы поздравления с днем рождения и оставляем только ценности компании, которые, в общем-то, не несут какой-то там праздничный характер, они остаются на эфире. И мы поняли, что пока мы это согласовываем, мы тоже теряем время и решили тоже прописать скрипты для себя внутри компании, чтобы ускорять эти события. И вот, наконец, когда мы подошли к обсуждению, что же делать, когда в компании случается какая-то беда, пусть даже это водитель попал в аварию или произошел пожар или какое-то химическое отравление, в общем, непредвиденная ситуация. Мы поняли, что мы не будем ждать, пока пресс-служба нам даст добро на то, чтобы мы говорили с сотрудниками. Мы тоже поделили все эти события на форматы и прописали голосом о том, что оповещаем вас об этом происшествии. В этом происшествии рекомендуется вести себя так-то. Это, кстати, для тех, кто попал в зону происшествия. Но бывает так, что просто коллеги из другого завода слушают эту же станцию. Для них мы прописали заранее записанные анонсы, которые говорят, что в ближайшее время вы услышите первые комментарии от лиц. То есть что мы сделали? Мы сделали шаг номер один навстречу сотруднику для того, чтобы он не думал, что мы замалчиваем это событие, о котором и так все знают. То есть в этот момент мы берем себе паузу, пока звучат эти заранее заготовленные горячие клавиши, мы их так называем, и мы пытаемся хоть какую-то информацию записать по телефону синхрон, либо хотя бы наш диктор там озвучивает вот этот текст новости. Вот поэтому у меня, собственно, к вам и такой вопрос, и смысл для размышления. Вы готовы к такому событию, что вот у вас в компании что-то произойдет, и вы будете готовы работать так же, как это делают федеральные СМИ? То есть оповещать сотрудников, разговаривать с ними и говорить с ними о том, какие последствия наступят для всех остальных, или какие последствия будут с теми, кто попал в эти чрезвычайные происшествия. У меня все. Если есть вопросы, готов на них ответить. Задаем вопросы. Коллеги, думаем, думаем, быстро задаем вопросы. Время на два вопроса у нас есть, и еще один спикер у нас сегодня. Тогда мой вопрос Олегу. Скажи, пожалуйста, Олег, ну вот мы говорили о чрезвычайных ситуациях, мы все-таки все надеемся, что их будет как можно меньше. Что происходит, если все-таки какая-то позитивная история происходит? Тоже внезапно, но позитивная. С этим гораздо проще, потому что мы же можем не дожидаться использования всех этих согласований. У нас нет столько цепочек. То есть даже коммуникатор не может принять на себя ответственность по выведению информации в эфир, потому что она не готова, допустим, дать нам отмашку, все, давайте новость про результаты пожара. Она говорит, нет, давайте ждать согласования по всем инстанциям. Но если это праздник, если это корпоративное событие, и мы к нему не готовились, то, мне кажется, здесь, во-первых, нет вот этого препятствия, связанного с кучей согласований. Всегда можно сделать эфир в минимально короткие сроки. 30 минут, мне кажется, приемлемая история. То есть ты сам берешь на себя, и твоя команда берет на себя ответственность? Ну, наверное, достаточно просто помнить, с какой компанией случаются разборки по каким материалам. И мы уже понимаем, что в этой компании мы можем себе позволить какой-то креатив, и нам за это ничего не будет, это как-то идет в русле с корпоративными ценностями. Но есть компании, с которыми никогда такого не будет, и мы это тоже осознаем, и, наверное, не будем рисковать своим имиджем. Ну, я правда думаю, что с такими компаниями много чего не будет, включая прочих процессов жизнедеятельности. Ну, да ладно, это оставим для них. Спасибо. Спасибо вам. Ну и, соответственно, примеры на вашем сайте. Мегаполис Медиа. Мы сделали отдельный сайт, посвященный обучению бережливого труда. Он называется безопасная радио.рф, потому что эта тема сейчас привлекает к себе очень много внимания. Она мегапопулярная. Мы решили это прямо в отдельную тему вывести и работать по этому направлению индивидуально. Супер. HR-медиа. Сообщество профессионалов. Прямые эфиры. Круглосуточное HR-радио. И медиапортал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова